Холестерин Холестерин это необходимо. Без холестерина мы жить не можем. Это строительный материал для наших тканей, для наших клеток, для нашего организма. Но, когда холестерин всасывается в тонком кишечнике, он сам по себе, по сосудам ходить не может. Он подхватывается три алидами соединений, которые называются три глицелиты, липопротеины низкой плотности и липопротеины высокой плотности. Вот вы слушаете эти термины и думаете, наверное, чего это, чем она нас загружает. У меня была одна же такая смешная ситуация, сидела аудитория, слушала вот это все, и вдруг одна девчонка говорит, ой, теперь экзамен сдан. Понимаете, когда это все, как говорится, на буквальный уровень спустилось, да, и она вдруг поняла, как же это все происходит с холестерином. Поэтому то, что я рассказываю, это на уровне азбуки. Но мы всю жизнь были самым грамотным государством, согласитесь, после революции, да, у нас практически процесс людей со средне-специально, с высшим образованием, самый большой в мире. И поэтому я могу вот, правда, сказать, наша Россия это самая грамотная, в общем-то, страна, да, ну, включая еще СНГ. Но, честно говоря, СНГ, наверное, не совсем включается, потому что, когда я жила в Киргизии, я из Средней Азии, там все-таки вот уровень грамотности, я имею в виду, что уже после 10 классов образования, после 8 классов был ниже, чем в той же нашей России, получается. У нас больше всех читают, у нас самые умные люди, вот в этом плане. И поэтому, когда я вам рассказываю такие вещи, как грамотные люди, вы все-таки должны знать правильно, что у вас в организме происходит. Потому что, когда вы приходите к врачу, вам назначают какие-то таблетки, да, но часть из вас бездумно что-то пьет, а все-таки основная часть читает вкладыш, да, в котором про эти таблетки написано «к счастью». И я думаю, вот именно чтение этого вкладыша еще многих вас сюда и привело, потому что, когда там читаешь табочное действие то-то, 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 противопоказания то-то, то-то, а у каждого из нас этих противопоказаний целая куча, а нам врач это назначил, и, в общем-то, мы просто для врача один вот из этой очереди, правильно? А для себя вы пук земли. Поэтому вы о себе в первую очередь должны думать. Итак, холестерин соединяется с тремя видами соединений. Вот эти соединения, они называются низшие липиды, триглицериды, либо протеины низкой плотности. Они несут холестерин в сосуды. А вот эти вот соединения, они несут холестерин в печень, где как раз эти соединения в печени уже идут на строительный материал. То есть в норме у нас не холестерин нужно снижать, а то, что его несет в сосуды. И повышать то, что несет его в печень. Вот это вот первое, от чего формируется атеросклероз. Вторая причина. У нас в организме постоянно образуются так называемые свободные радикалы. Это недоокисленные ионы кислорода. Они у нас в крови циркулируют, и они для организма очень опасны. В каком плане? Вот этот вот ион кислорода, вы знаете, кислород в норме должен быть О-2, да, молекула. А недоокисленный, он имеет формулу просто О. И вот он ходит по нашим сосудам, так перемещается, и из мембран клеток выдергивает молекулы. И за счет этого идет нарушение. Вот оказывается, ученые выяснили, что именно свободные радикалы, бомбардируя клетки, делают их измененными. Они являются причиной многих онкопроцессов. Именно вот эти свободные радикалы мешают работе клеточек, которые называются у нас Т-лимфоциты и Б-лимфоциты, и которые отвечают за иммунитет. Оказывается, именно из-за этих свободных радикалов у нас снижается кислотно-желудочного сока, нарушается выработка соляной кислоты. А как-то именно из-за этих свободных радикалов у нас нарушается синтез гормонов. Синтез белков, а именно белков гормонов. То есть во многих бедах в нашем организме виноваты свободные радикалы. Но организм умеет с ними бороться. Дело в том, что свободные радикалы уничтожаются антиоксидантами. То есть антиоксиданты различные. Там есть витамины А, Е, С, есть бета-каротин, есть ресвератрол. То есть эти антиоксиданты ликвидируют из организма свободные радикалы и идет улучшение иммунитета, нормализация кислотности, идет профилактика онкозаболеваний, улучшение гормональной функции. Так вот в норме антиоксиданты мы с вами получаем в основном с растениями, с витаминами. А теперь давайте посмотрим, вот предположим с утра, чего мы с вами съели. Чай и хлеб с маслом. Или там с рамом. Ну, с маслом. Ел? Ел. Ну, что-нибудь такое. Бутерброд с колбасой, скажем так-то, или там масло с сыром. Ну, может быть, кто-то там яичницу сделал, да? То есть чего мы поели? Холестерина. Правильно? Поели мы холестерин. И это холестерин. Естественно, мы же с вами ничего такого, ну, те, кто сейчас занимается, что-то принимает, но мы с вами ели с холестерин. Холестерин поспасился у нас вот этими вот низшими липидами. Это такие большие молекулы. И поглубь в сосуды. Что у нас в сосудах происходит? Оказывается, у нас в сосудах есть вот такие вот поры, через которые как раз и идет вот эта вот циркуляция кислорода, питательных веществ, клетки и так далее. И вот эти вот поры у нас как стражников охраняются витамином С. То есть вот эта вот ширина этих пор зависит от количества витамина в своем организме. И вот, предположим, мы сегодня съели этот свой бутерброд, да? А свободные радикалы образуют, во-первых, от воздействия экологии, во-вторых, стресса, там еще что-то. Вышли на улицу, и пока вы шли до остановки, два раза перешли через дорогу, да? На вас 25 раз вспыхнула машина бензином, вы этим подышали, да? Потом подошли к остановке, перед вами ваш автобус уехал. А вы на работу опаздываете, да? А следующего не намечаете. А 5 рублей на маршрутку жалко, потому что еще вечером ехать, и вообще у вас другие планы были на эти 5. Вы начали тихо нервничать, да? У вас еще образовались свободные радикалы. То есть, все антиоксиданты в организме, которые у вас есть, должны на эти свободные радикалы, ну, вроде как, израсходоваться. А вы их сегодня получили? Вы съели бутерброд с маслом, да? И выпили черного чая, какого-нибудь МК, который просто краситель, но там антиоксидантов в нем не ночевало. Вы антиоксиданты не получили. Но организм должен защититься, правильно? Что делает организм? Он начинает свободные свои антиоксиданты туда отдавать, а свободных нет. И вот тогда вот этот вот витамин С, а он один из самых сильных антиоксидантов, срывается со своего места. А он что делал? Он держал поры сосуда. И когда он с этого места сорвался, эта пора расширяется. А тут рядом как раз ваше масло сейчас плывет по сосудикам, да, холестерин с триглицетами. И этот холестерин, это большая, толстая, малоподвижная молекула, ей, в общем-то, плыть никуда не хочется. Она видит открытую пору и сюда внедряется. То есть холестериновые бряшечки образуются в толщи сосуда. Вот оно внедрилось. Когда оно туда внедрилось, пошел сигнал мозг. Чего-то там произошло. И сюда тут же из мозга поступает команда, что-то там такое есть, надо уничтожить. Уничтожает у нас клеточки макрофаги, клеточки лимфоциты. Сюда приходит лимфоцит, тоже туда же влезает, его нужно уничтожить и убрать вот это инородное, что туда попало. Он заглатывает эту холестерину, либо протереть с холестерином клеточку. Просвет у нас еще больше, суживается, да. Но так как это получается уже большой очень комплекс, вылезти обратно это не может. И в итоге у нас формируется атеросклеротическая обляшка. Что происходит дальше? Это результат того, что вы съели бутерброд с хлебом, с маслом, да, запили чаем МК, может быть, там с сахаром, пошли на работу и по работе понервничали. Сколько это за день произойдет? Можно рассказывать целую тысячу одну ложь, правильно? А сколько это за месяц произойдет или больше? Еще больше. Итак, образовалась обляшечка, просвет сосудов с узелкой. Что происходит дальше? Вы знаете, когда река широкая, она течет медленно, да? Когда река суживается, она начинает бурлить. Вот когда река начинает у вас в мозгах образовываться, в мозговых сосудах, вы начинаете слышать шум в голове. У вас вот это вот бурление, это образно, конечно, но вы начинаете слышать, как у вас эта кровь течет, потому что сосуды сужены, и кровь по ним пошла уже намного хуже. Кстати, забегая вперед, первое, когда начинаете наши препараты пить, первое, что вы замечаете, у вас перестает шуметь в голове. Вот это самый первый симптом, который отмечают все те, кто наши препараты пьет. Это один момент, но другой момент, где кровь начинает бурлить, здесь начинает образовываться стромбик. Стромбы – это очень интересная вещь. Это не вот такой вот густочек, знаете, вот как вы, например, там укололи палец, да, и сверху густочек образовался. Эта стромба устремленно нарастает. И вот вы знаете, мне основная специальная хирург, да, когда мы делали хлебоктомии, то есть вот убираешь вену, очень часто на стеночке тромбы бывают до 15 сантиметров длины. Представляете, вот такой вот тромб в стеночке сосуда. Образовался этот тромб, он может образоваться в любом месте. И в какой-то момент этот тромб под воздействием крови взял и перекрыл вам это место. Если это у вас где-то, скажем так, на конечностях, вы вдруг замечаете, что у вас один палец там стал неметь, например, да, или чувствительность немножко. В общем, какой-то он не такой стал, один палец. То есть перекрылся в сосуде. Если это происходит где-то в мелком сосуде мозга, у вас тоже начинает голова оповеть вот в эти моменты, еще что-то. Но если это произошло в более крупном месте, вот это вот перекрылось, и все то, что кровоснабжалось вот этим сосудом, у вас туда перестало поступать кровь. Если это происходит в сердце, вы получаете инфаркт. Если это будет в коре головного мозга, вы получаете инфаркт. Все началось с бутерброда, без антиоксидантов, с нашими нервами и с нашей экологией. Но это один момент. Второй момент. Предположим, что он где-то в узком сосудике образовался, это вроде несложно, но вы еще ко всему прочему и гипертоник. У вас сосуды сузились, вы таблеточку Ринитека или что-нибудь выпили, они расширились, так? Вы попсиховали, они опять сузились, вы опять туда же таблеточку расширились. И вот оно, этот кровь начинает болтаться. В какой-то момент он оторвался, вроде и далеко от сердца бляшечка образовалась, а потекла, 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 и вся кровь у вас текается в одно место. И где-то в сердце вы получили опять-таки какой-то инфаркт, или где-то в мозге получили инфаркт. А когда кровь перекрывает, то очень часто бывает, что вот это вот место кровью наполняется, может произойти разрыв сосуда. Поэтому у нас бывает два вида инфарктов и инфарктов. В результате кровоизлияния или в результате того, что перекрыл тромбик. Вот так мы и получаем то, чего нам очень получать не хочется. Поэтому нам нужно что-то с вами сделать? Нам всех сюда. Это один момент, второй момент. Если бы этот тромбик сюда не пришел, он бы сюда не внедрился, правильно? Это один момент. Если бы ворота были закрыты, то же самое. Этого не произошло. И на худой конец, ладно, образовался тромб, но эти сосуды у нас еще не играли, правильно, хорошее, да? Если бы они у нас еще не играли, может быть, бог с них как-нибудь, мы этот тромб чем-нибудь бы рассосали. Вот поэтому то, что мы с вами будем делать, мы будем делать профилактику вот этого вот всего. Что обычно назначают врачи в таком случае? Обязательно назначат спирит, правильно? Тромбик, так ведь? Назначат препарат, который снижает уровень глицерина, какой-нибудь статин. Но любой статин, который есть сейчас у нас в аптеках, это препараты, которые вызывают нарушение функции печени. А печень у нас в ней тоже, мягко говоря, уже больше 40 лет, да? Тоже уже не девочка. И ей тоже достаточно сложно все эти препараты принимать. И поэтому, когда мы ее начинаем губить, это нам тоже здоровья не прибавляет. Тем более, что именно печень является еще органом кроветворения, который, так что там, тромбоциты и так далее. То есть все, порочная кровь, атакая, пошло все рушить. Это еще один момент. И теперь нам нужны антиоксиданты и желательно прозапас. Правильно? Как мы можем эти антиоксиданты получить? Ну, хотя бы травочку какую-нибудь поесть с утра. Ну, у кого же там укропчик остался свеженький, пожалуйста, да? В соленом укропе на 90%, на 95% уже никаких антиоксидантов не остается. Ну, в замороженном еще есть, но не все подсуетились заморозить, да? В сухом тоже достаточно мало. Но у кого хватит ума укропом сухим подсыпать себе бутерброд с маслом, ума бы, может, и хватило некогда, да? Так это подумать, подумаешь вечером, а утром точно забудешь. И получается, что мы тебе вот это все сами и провоцируем. И именно поэтому этот завод является на первом месте причиной смертности во всем мире. Сердечно-сосудистые заболевания. А мы с вами таким путем не пойдем. Правильно? Мы с вами будем делать по-другому. У нас есть препарат, который называется антилепидный чай. Он всегда говорят, вы ему такие дифирамбы поете, ну прям такая хорошая вещь. Ну почему же он такая хорошая вещь? А потому что антилепидный чай снижает удалить вот этих антиоксидантов. Первый фактор, да? Во-вторых, в этом антилепидном чае очень много антиоксидантов. И значит он наши ворота тоже на запоре будет держать. Это второй фактор. А в-третьих, антилепидный чай нормализует уровень гормона, от которого играют наши сосуды. У нас, оказывается, в стенке сосудов есть гормон, просто гладбин. Вот от уровня этого гормона и зависит сужение и расширение сосудов. И если у нас этого гормона вырабатывается как положено, то наши сосуды играть перестают. И поэтому все эти три опасных фактора мы уже только антилепидный чай вполне можем смять. Теперь понятно, почему я его так люблю? Потому что первое место по смертности. Но это один момент. Второй момент. На сегодняшний день есть так называемая тканевая теория Челезова. Это теория рака, которая говорит о том, что, между всеми остальными, что, оказывается, очень часто рак провоцируется атеросклерозом. То есть если у человека идет выраженный атеросклероз, и у него очень высокий уровень холестерина, у него вероятность рака возрастает в трое, в четверо, в пять лет. Атеросклероз провоцирует рак. И поэтому, когда мы с вами делаем профилактику атеросклероза, мы заодно делаем профилактику. Чего молчите? Рака. Кому-нибудь это хочется? Потому что рак – это второе место по причине смертности. И так еще и это. И у антилепидного чая есть еще одно свойство. Вот этот вот строгий антилепидный чай действует на организм как аспирин. Но аспирин мягкого действия, не тот аспирин в таблеточках, который вызывает у нас язву желудка. И он разжижает кровь. А значит кровь, вот этот вот тромбик у нас потихонечку начинает рассасываться. И вообще этот тромбик идет профилактика тромбообразования, он вообще не образуется. То есть вы получаете все вот эти вот пасторы тихо ликвидированы. Только приемом этого чая. А теперь скажите мне, пожалуйста, как часто его надо принимать? Как же это? Как? Два раза в год вы едите бутерброды с маслом и нервничаете, а все остальное время вы укропом питаетесь, да, морковкой. И вообще ходите такие спокойные, все хорошо, зарплаты хватает, автобус не нужен, машина есть, да, бензином машину заправлять не надо, и деньги на ней тратить не надо, и вообще на Светопоре остановишься, все тебе дорогу уступают, да. Я тут с одной девочкой ехала вчера, да, она, говорит, никогда не ругалась, села за руль, теперь поняла, почему у меня папа всегда матерился. Такие, говорит, чайники по дорогам ездят. Понимаете, всегда есть какой-нибудь товарищ, который норовит прям перед тобой просказать, вот сколько у ее папы там этих свободных протекалов образуется, да, а папа-то уже не мальчик, скажем так, и поэтому папа спросить, в голове шумит, да, шумит. А, поднимите, кстати, руки, у кого в голове шумит. Все так мало, все уже антилипеда, отчаянно. Еще как шумит, да. Вы заметили, руки-то подняли те, кто новенькие пришел в основном, правда? Ведь те, кто уже здесь у нас, они уже тихо от этого шума в голове избавляют. Но, кстати, вот мы говорим, шумит в голове, да. Конечно, все по-разному к этому относятся. У меня как-то пришла женщина, говорит, ой, придоровин, у меня так шумит в голове, я, наверное, с ума от этого сойду. А у другой спрашиваешь, шум в голове есть, то есть уже давно, там, то звенит, то свистит, то еще чего-то, она к этому с тобой нагрузится. Но вот это то, что у него сегодня звенит, свистит и так далее, завтра вылетит тем, что он забудет, где находятся двери его подъезда сначала, потом он забудет, как зовут его дочь, а потом все окружающие станут ему абсолютно чужими, потому что он никого не будет узнавать, потому что у него потихонечку будет развиваться в лучшем случае болеть альфгеймера, тоже плохая вещь. В худшем случае возрастная деменция или старческий маразм. Вот чем это плохо, вы знаете, вот когда у человека развивается вот это заболевание, ему все становится, ну как сказать, до лампочки, наверное, если грубо, ему все все равно, и когда он перестает нервничать, он сразу становится здоровее. И старик, который страдает старческим маразмом, у него уже не повышается давление, он себя великолепно чувствует, но он не знает, что в туалет надо ходить в унитаз, а не в угол комнаты. Но там еще много чего, да? Я не буду перечислять, чего он еще не знает, и вот тогда не ему становится плохо, а тем, кто рядом с ним, да? И поэтому вот те, кто уже приближается к пенсионному возрасту и дальше, у кого голова уже начинает шуметь, вы подумайте, может быть, вам через 10 лет будет уже все равно, да? А вот вашим детям будет такого, вы в конце концов, какие бы они неблагодарные, вредные, противные не были, да? Вы все равно любите. И обуза их никак быть не хотите. Поэтому, как часто надо пить инфиденции? Пить инфиденции. Пить инфиденции. Пить инфиденции. Пить инфиденции. Вы скажете, что тут вообще происходит? Нас сажают на чай, да? Говорят, сажают на иглу, да? А тут вас пытаются посадить на чай. Это как у меня сегодня больная, да? Говорят. И что ж, я теперь постоянно должна вот это вот все пить? Вы меня извините, вот те, кто новенькие пришли, у вас есть в сумочке какое-нибудь лекарство? Что? Успокаивающе. Успокаивающе, да. Еще новенькие есть? Есть в сумочке какое-нибудь лекарство? Все дома. А дома есть? Вот такое, что вы почти каждый день или хотя бы раз в неделю пьете. Есть, да? А что? Что? Ковентон. Ковентон. Так, ковентон у нас наркотиком является? Нет. Ковентон наркотиком является? Нет. Но она его все время принимает, да. А что, наркоманка по ковентону? Вот то же самое можно сказать по антилипидному чаю. Но, к сожалению, есть одна беда у ковентона. Дело в том, что ковентон, стугерон, циннорезин, церебролизин, вот все, что вам обычно назначают, все эти препараты, рекомендованные к снятию с производства, и во всем мире их сейчас уже не продают. А продают страны третьего мира, типа нашей России. Потому что на русский, русский и сибирский язвы спокойно переносит. Вот американцы от нее помирают. А нам все равно. Поэтому мы и ковентон съедим, и ковентон съедим, и от церебролизина не подавимся. Лишь бы вот эти вот заводы, которые все делают, они же уже много сделали, правильно? Им куда-то это сбрасывать надо. А вот таких, как вы, как вот она, очень много. А наши врачи, к сожалению, вот это вот то, что рекомендует семейная организация здравоохранения, это от нас за семью печать, а мы держим. А то ж, не дай бог, мы его знаем. Вы знаете, вот тот же некомет Д3, да, вот, наверное, они на меня когда-нибудь жалобу напишут. Вот в справочнике, видали, который рабочий справочник для врачей, написано противопоказание остеопороз, а в аннотации написано показание остеопороз. Нормально, да? А вот так. Его при остеопорозе нельзя понимать. А во вкладыши написано, остеопороз, вы для чего некомет Д3 пьете? Для того, чтобы кости укреплять, а кости это остеопороз. Написано, фазмогокинетика не изучена, неизвестно, куда он входит, как входит и сколько. Но зато этот препарат широко рекламируют по телевизору, да? И когда от него умрет данное количество людей, как от препарата Бирокко, вот год назад, помните, может быть, что рекламировался препарат Бирокко, я грешным делом сама его больным назначала, когда еще вот этот кальций не знал. И очень часто назначала, потому что это лучшая формула кальция. Оказалось, это Бирокко провоцирует инсульты. Нормально, да? Человек с гипертонией, ему Бирокко принимать нельзя. А ее по телевизору рекламируют, ну, какой хороший препарат, синдром хронической усталости снимает, кости кальцием насыщает, все вперед его покупать. А он лекарство. Он не просто кальций, как у нас. Почему наши препараты названы биодобавками, хотя они идут на уровне пар препаратов? Потому что они безопасные. Потому что сколько бы вы ни выпили этого кальция, вы инсульта не получите. А Бирокко люди пили по одной таблетке в день. Ее резко с рекламы сняли. Вот подождем, пока Некомеда Д3 снимет. Потому что у меня уже на консультации была пара больных, у которых от этого Некомеда Д3 перестает идти моча. Начинают пить, почки засоряются в кальциях, и перестает идти моча. Вот и думайте, что вам дороже, цена или ваши почки. Это так, в вопросе, кстати, о препаратах. Альтериопидный чай желательно тем, у кого уже шумит в голове, у кого высокое давление, у кого стоит диагноз ишемическая болезнь сердца, потому что это сосудики сердца у вас сужены. Ишемия – это сужение сосудов сердца. Вот вам его нужно, конечно, принимать постоянно. Каким образом постоянно? Первый курс желательно пройти вот как положено. Пакетик на литр, 40 дней, да? Регулярно. Второй вы можете его пить через день. Вы можете пить его 2-3 раза в неделю. Но вы старайтесь поддерживать свой организм на том уровне, чтобы завтра у вас вот этого вот всего не было. Потому что в первую очередь ваше здоровье в ваших руках. Чужой дядя не придет и не поможет. И только питанием, к сожалению, это очень трудно отрегулировать. Но начнете вы завтра добавлять веточку укропа. Но этой веточке укропа вам хватит только до отстановки дойти. А у вас стрессов на целый день? Да еще если вы с людьми работаете, да? Или, не дай бог, в школе, что там в школе творится? Я, знаете, на учителя ревьяну, и все вообще ордена надо меньше. За то, что они с старшими детьми работают. Потому что если раньше еще как-то дети были, хоть какие-то идеалы были, помните, да? Зоя Космодемьянская, Павлик Морозов. Сейчас Павлик Морозов служит, такая папу предал, да? Зоя Космодемьянская вообще там не знает, что натворила. И у них никаких идеалов нет. И поэтому им на всех наплевать, включая учителя. А они с ними работают. А то же самое в поликлиниках. Бутерброд съели, лучше не МК чай не спелить, а ты не спелить, да? Не спрашивай. Действительно, этот чай можно с любым бутербродом, с любым вареньем, можно на нем сделать кофе. Главное, чтобы он в ваш организм попал. Вы можете за вас вот этим вот чаем разводить. Вы живете с кем-то, вы можете пакетик на литр заварить, всем по стакану дать. Вот у нас в семье 4 человека, мы все четверо его пьем. Утром пакетик на литр заварили, и все его пьют. Кто он пил, тот съел пакетик. Потому что пакетик это тоже лекарство. Только, пожалуйста, без бумажки. А то у меня товарищ говорит, хорошо, что предупредили, а то бы, говорит, я понял, что нужно вот пакетик вместе с бумажками. Итак, если вы не хотите, чтобы у вас был атеросклероз, вам нужно принимать антилепидный чай. Первое. Второе. Дело в том, что вот этот уровень, где глицеридов и липопротеинов низкая плотность, зависит от уровня желчных кислот. То есть, когда у нас желчных кислот мало, вырабашивается больше липопротеинов высокой плотности. Когда у нас их много, вырабатывается больше вот этих кислот. От чего же это зависит? Оказывается, наш организм еще тот плюшкин. Вот он, предположим, выбросил желчные кислоты, да? Они начали переваривание в 12-перстной кишке, а потом в тонком кишечнике эти уже использованные желчные кислоты обратно втасываются. Он ничего зря организму не дает. Куркуль хуже нас всех. Что происходит? Он обратно всосал желчные кислоты. Новых не надо, правильно? А на что эти желчные кислоты пошли? На наш плюшкинг вот с маслом. Оно все обратно всосалось. Сигнал, что нужно липопротеинов высокой плотности, не поступил. Потому что желчных кислот достаточно, правильно? И поэтому наш холестерин подхватили вот эти товарищи. Потому что печень вроде как холестерина не надо, желчных кислот достаточно. Мозги у нас уже вообще так это, им чуть-чуть нужно, да? Гормонам тоже по чуть-чуть, в основной источник это желчные кислоты. И получается, если у нас желчные кислоты всасываются все время те, которые использованы, мы опять-таки получаем атеросклероз. Что делать? Оказывается, есть препарат, который забирает эти желчные кислоты из организма. Этот препарат называется двойная целлюлоза. Она забирает на себя, абсорбирует эти желчные кислоты, использованные. Они уходят, и в мозг поступает сигнал, нужно вот этих вот побольше. Их начинает вырабатываться больше липопротеинов высокой плотности. И наш холестерин из масла идет куда-то ложено, в печень. А их начинает вырабатываться меньше. Вот это вот эффект двойной целлюлозы при атеросклерозе. Но это только один эффект для организма. Дело в том, что двойная целлюлоза еще нормализует наши бихидо- и лактобактерии. Двойная целлюлоза нормализует наши гормоны эстрогены женские. И поэтому те, кто склонен к холестерическим явлениям, а особенно вот эти мощные приливы, вам тоже двойная целлюлоза нужна. Те, у кого фиброниломы, вам тоже двойная целлюлоза нужна. Для нормализации эстрогенов, потому что эти гормоны тоже из кишечника уходят. Медицинская целлюлоза. И уровень их нормализуется. Вот это двойная целлюлоза. Но если у вас очень высоко зашкаливает холестерин, очень высокий, вы, предположим, только перенесли инфаркт или инфу, а цифры холестерина очень высокие. В норме он, кстати, получается 6,4. Но там еще смотрятся ли бицериды. Кстати, раньше норма меньше была, 5,7. Сейчас почему-то 6,4 стало. Раскопитываем. Точно говорю? Холестерин норма. 5,6. Вот, уже 6,5. Раньше была норма 5,7. Но у нас уже, знаете, все абсолютно с таким холестерином ходят, нормы тихо начинают повышать, да, чтобы мы сильно не придирались, как говорится. Итак, если у вас холестерин до 10 и выше, а у вас только что произошел недавно инфаркт или инсульт, и вам нужно резко его снизить, нет ни одного препарата, который его резко снижает. Статины, к сожалению, тоже на всех так не действуют. Люди вынуждены к ним прибегать. Антилепидный чай ему тоже какое-то время надо. Так вот, здесь есть препарат, который называется поликам. Это препарат, который стимулирует выработку гипопротеинов высокой плотности. И вот он действительно, в тех случаях, когда нужно быстро и резко снизить холестерин, он более эффективный, чем антилепидный чай. Принимать его нужно по одной таблетке 2 раза в день перед едой. Поэтому в период после инфаркта лучше, чтобы кроме антилепидного чая, который позже подействует немножечко, начал все-таки действовать холикан. Холикан является великолепным антиоксидатом. Наши ворота он тоже прикроет. Холикан также снижает взвёртываемость крови, как антилепидный чай. Хотя этот препарат, мы обычно говорим о нём в онкологии, это сильнейший противоопухолевый препарат. Но вот при атеросклерозе у него именно такое действие. Он снижает уровень гипопротеинов низкой плотности очень быстро и очень быстро поднимает уровень гипопротеинов высокой плотности. Ещё интересным свойством обладает хитозан. Практически каждый препарат в этой компании, они все идут как профилактика и лечение атеросклероза. Дело в том, что когда этот комплекс образуется, его образование ещё участвует в костной кальции. Поэтому даже если кальций у вас достаточно, из костей кальция не выходит, это уже тоже будет идти как профилактика атеросклероза. Так, кстати, вопрос о микроэлементах. Итак, что же делает хитозан? Вы заметили, да, когда я рассказывала, где у нас бляшечка образуется? В стеночке садуга, да? То есть теоретически эту бляшечку рассосать невозможно. Практически хитозан обладает способностью растворять атеросклерозические бляшки. Вот я вам не смогу объяснить, как это происходит, но это научно доказывает вам. Хитозан обладает способностью растворять атеросклерозические бляшки. Хотя теоретически это невозможно. Он его не сдирает, потому что растворять невозможно. Бляшечка в толще сосудов. Но это уже научно доказанный факт. Вот через стенку, естественно, проникает эндотелий, и вот именно происходит процесс, вот эта вот бляшечка уменьшается и уходит. Вот такие вот факты у нас, в общем-то, подтвержденные факты есть. То есть, когда на фоне приеме хитозана у человека было в детрилюшатерский рост, предположим, нижние конечности уже, вот, в общем-то, по ревозограммам видно было, где бляшечки, они исчезают. Вот такие вот факты подтвержденные есть. Сколько принимать? Сколько принимать, в зависимости от того, какая патология. Потому что нельзя сказать, вот всем вот столько. Вот сколько вы здесь сидите, да, и у всех разный организм, правильно? Даже у близнецов разный. У меня вот только позавчера, по-моему, на консультации были два близнеца, один больной, а другой здоровый. Вот кому из них чего, сколько принимать, да? Поэтому минимальный курс – это упаковочка. Это самый минимальный курс. Кому-то этого вполне достаточно. Кстати, большинству, может быть, этого достаточно. По одной капсуле три раза в день перед едой запить стаканом воды. Жидкости не бойтесь. Когда вы принимаете эти препараты, они все обладают мочегонным действием. И поэтому мало того, что у вас будет уходить жидкость, которую вы принимаете, у вас будет еще уходить лишняя жидкость из ткани. И первое, кстати, что вы заметите, вот эти вот у вас мешочки уйдут, где-то вот какие-то отеки. Вот это вот идет первая нормализация. За счет мочегонного эффекта препарата. Особенно там, где есть вот асциты, связанные с сердечно-недостаточностью. Вот там уж хорошо. Так, это все, что я перечисляю, это не значит, что мы одновременно с вами пьем чай, двойную целлюлозу, холекан, хитозан. Это слишком много будет за раз, но мы можем, например, чай, двойную целлюлозу. Первый там курс, если мы для пропилактики начали, да? Потом где-то каким-то курсом хитозан. Если нам нужно что-то с ручным, вот сейчас, как говорится, можно холекан. То есть в зависимости от вашего состояния, вы сами должны решить, что вам сегодня в первую очередь необходимо. В первую очередь. Где-то что-то вы можете проконсультироваться с врачом, уже исходя из того, что вы знаете, да? Как оно действует, и вы знаете свой организм все-таки. Потому что я вам хочу сказать, когда ко мне приходит человек, который длительно болеет, вот этот вот человек о своей болезни, особенно если это редкие заболевания, зачастую больше знает, чем врач. Согласитесь? Потому что он всю литературу, которая касается его болезни, перечитает. И он придет в новейшие препараты. Вот у меня есть больная с лейкозом, так она сама где-то там находит какие-то новые препараты, чего появилось, что, а приходит и врач об этом рассказывает. Потому что у врача таких, как она, больных лейкозов, там, знаете, целая куча разных лейкозов. И по всем заболеваниям, но у него есть знания. Он читает, конечно, но он просто уже не успевает все охватить. А она вот, она, она сама себе, кудземли, правильно? И она по своей болячке все прочтет. Вот те, кто болеет очень долго, они свою болезнь лучше, чем кто-то знает. И в конце концов, свой организм тоже, наверное, очень хорошо знает, правильно? Что вам подходит, что вам не подходит. Особенно, если вы болеете, вы уже сами знаете. И поэтому вот здесь я вам говорю, как это действует, а вы сами думаете, надо вам это или не надо. И что именно из этого вам, в общем-то, необходимо. И поэтому, вот поэтому еще они идут как биодобавки. Потому что вот здесь для себя вы можете что-то решить и что-то принимать, не нанося вред своему организму. Ведь если вы будете пить вот какой-то, ну вот тот же Ковентон пьете, да? Вы его побочный эффект своего Ковентона когда-нибудь читали? Какой у него побочный эффект? Скажите, пожалуйста, у Ковентона. Читали? И все равно пьете. Другой выход? Нет. Врач назначает. А сегодня этот другой выход есть. Вы теперь видите этот другой выход? Вот у этого чая есть еще одно свойство, как у Ковентона. Дело в том, что Ковентон это препарат, который нормализует микроциркуляцию мозга и внутричерепное давление. Так вот антилепидный чай нормализует микроциркуляцию мозга и внутричерепное давление. И Ковентоном, кстати, тоже заменяет. Вот и подумайте, есть другой выход. Вот этот вот выход сегодня есть. Другой вопрос, как вы решите, какой выход примените? Или вот этот Ковентон, к которому вы привыкли? Вроде как ничего пока, хожу, пью. А что завтра будет, там уж посмотрим. Когда я наоборот, Ковентон не надо будет? Нет, Ковентон не надо будет когда-нибудь. Тем более Ковентон, который уже вообще-то во всем мире перестали. Итак, это вот четыре препарата. Свойства, аналогичным свойствам, но более слабого действия обладают такие препараты, как кардицепс и икан. Икан сильнейший антиоксидант наш. Он убирает вот этот вот пазл ворота, да, у нас держится. Кардицепс тоже является антиоксидантом, то есть здесь ворота. Вот это вот азинство. Поэтому любой из этих препаратов для профилактики лечения атеросклероза уже как бы идет. Итак, если у вас ишемическая болезнь сердца, атеросклероз любых сосудов, это может быть мозговых сосудов, это может быть сосудов не вне, конечно, сосудов сердца. Все что угодно. Что вы будете принимать? Антилепидный чай. Желательно еще. Двойную целлюлозу, да, это вот самое элементарное, когда у вас идет атеросклероз. Итак, если у вас идет ишемическая атеросклероз сосудов сердца или ишемическая болезнь сердца, у вас нарушена работа сердца, сердце хуже бьется, да, сердечная мышца ослаблена. Для того, чтобы вот эту вот сердечную мышцу функцию улучшить, нужен еще кальций. Потому что именно кальций, когда входит в мышечную клеточку, она сокращается, а когда выходит, она расслабляется. Поэтому вот три препарата, которые вам необходимы, мы сегодня говорим о болезнях сердца, да, которые вам необходимы при ишемической болезни сердца. А если к тому же еще и диабетик, то кальций для диабета и можно и диабета? Кальций здесь есть разный. Кальций для снижения сахара, детский кальций, биокальций, кальций для мозгового кровообращения. То есть вы тут по себе сами не любите. У меня тут два диагноза, и ВС, и диабетик. Тогда вы сказали, чай, 2-1-2-1-2-1, и кальций для диабетик, то есть? Можно даже обычный. Короче, лучше, конечно, кальций для диабетиков. Но хочу еще оговориться. Вот эта вот формула антилепидный чай, двойная целлюлоза, вот по нашим просто уже примерам, да, когда больной идет с диабетом, вы знаете, есть компенсированная, декомпенсированная форма диабета. Декомпенсированная – это когда в моче сахар. Вот если сахара в моче нет, значит, организм справляется. Если сахар в моче, значит, организм не справляется. Так вот, на фоне приема антилепидного чая двойной целлюлозы сахар уходит из мочи. И первое, что мы диабетикам, сахар может в крови не так снизиться, но он уходит из мочи. То есть идет компенсация процесса. А для диабетиков это очень важно. Потому что люди умирают не от того, что высокий сахар в крови, а из того, что высокий сахар суживает сосуды почек, суживает сосуды все части, и люди слепут. Люди умирают от почечной недостаточности, от печеночной недостаточности, и от гангрена, когда суживаются сосуды конечностей. Вот это основная причина. Сам сахар, он вроде как бы так и не страшен. Но вот то, что вызывает этот сахар, а когда сахар в моче, это говорит о том, что сахар очень сильно повреждает. Если мы его убрали из мочи, наш организм справляется. Значит, повреждающие действия идет не такое сильное. Поэтому для диабетика даже просто кальций на фоне приема антилепидного чая двойной целлюлозы уже эффект. Но я вам хочу привести еще один у меня интересный пример был в практике. Женщина с кардиомиопатией, то есть знаете как, она пролежала в больнице, у нее значит бронхиальная астма, гормонозависимая, ревматизм, язва желудка. И тут вот ее выписали, очень большая дозировка гормонов была. И в общем звонит мне дочка, да, и говорит, вот мама умерла. Лежит в общем-то дыхание, знаете, вот мы говорим дыхание Кусмауля. То есть она вдохнула, минуточку полежала, потом опять, понимаете. То есть вот такое вот очень редкое дыхание, такое затухающее. Это обычно бывает уже, ну, совсем плохое, скажем так, состояние. И вот она позвонила мне, говорит, вот такое состояние, что делать? На сердечную мышцу, вот особенно в таких случаях, когда вот такое состояние, что все, у нее сердце пить не может, очень хорошо действует детский кальций. Вот именно детский. Вот это сочетание кальция, цинка и железа на сердечную мышцу, вот при ее слабости, это очень хорошо. И вот эта вот мамочка, она приехала, взяла и выпила пакетик вечером, пакетик утром. Встала, покушала, оделась, походила по квартире. У нее было всего два пакетика. Но почему два пакетика? Она приехала, я ей два пакетика дала, говорю, ну, вам в общем-то хватит, потому что, ну, мало ли, умирает человек, правильно? Че, зря деньги тратить, как говорится. Но что-то попытаться можно сделать. Значит, проходит сутки. Вот она утром дала, да, вечером она ко мне не приехала, в следующий день утром маме опять плохо. Она мне опять дает, у нее, говорит, опять то же самое. Я говорю, ну, дайте еще. Она приезжает, берет опять два пакетика. Опять уезжает, маме вечером утром дала, мама покушала, походила, через сутки. Мама опять ложится, маме плохо. Она ей дала просто пирокальций, такого эффекта не было. Она опять приехала, взяла в этот раз пять пакетиков, пропила пять дней, ей хватило на десять дней. Через десять дней ей опять плохо. И она говорит, знаете, я вот никогда бы не поверила, если бы мне кто-то об этом сказал. Она говорит, ты его выпивает, и у нее силы появляются. Вот он на сутки хватает его, понимаете, сутки проходит, она начинает сладеть. В общем, в итоге мы ее маму вытащили. Вот из этого состояния, то есть вот чисто на этом детском биокальций. Вот это вам пример, как он действует на сердечной мозге. Причем, знаете, вот яркий пример, вот у кого-то оно не так может проявляться, а у нее вот это вот очень ярко проявилось, что она выпивала, и ей становилось легче. Причем они там и вызвали и профессора, и еще чего-то, но вот слабость вот такая вот, плохо, совсем плохо, да. Эндокринологи уже там решили, может считать, видна жизнь, да, может еще что-то. Но выпивает вот она его, оживает, перестала петь, и опять начинает кухнуть. То есть ложится все, всякая нога, тут по нататке, алимьюк, и все. Как перевести на русский? Ну сильнейшая слабость, да, вот рукой пошевелить не можно, еще не хочет. Выпивает, начинает шевелиться. Вот это вам говорят. Поэтому, когда вот такое состояние идет, лучше давать детский кальций. Вот для таких вот болезней. Итак, три препарата. Чай, двойная слабость, кальций. Если вы склонны к повышенному давлению, плавно переходим к гипертонической болезни, да. Альтериабидный чай у нас нормализует, мы с вами уже сказали об этом, уровень просто галандинов. То есть гормонов, которые отвечают за то, что у вас давление повышается или понижается. И поэтому он одинаково нужен и гипертоникам, и гипертоникам. И, кстати, вот эти различные оговорки в литературе, вот тем горячий пить, этим холодный пить, они не совсем обоснованы. Честно говоря, это уже чисто психогенный эффект. Пить его лучше теплым. Такой, вы знаете, как мы чай пьем, такой, ну, немножко горячий. Не так, что вот кто-то любит чересчур крутой гипертоник, да. Вот таком вот. Единственное, понемножечку. Если вы гипертоник, пейте глотками. Если вы гипертоник, можете стаканом. Особенно, когда давление высокое, и вы его горячего стакана выпьете, у вас давление снизится. Даже в тот момент, когда пьете, что интересно, минут через 10 вы уже эффект почувствуете. Очень сильный мочегонный эффект. Но, кстати, вы же знаете, что гипертоникам мы специально мочегонные даем, да, именно с тем, чтобы съездить давление. Я хочу спросить, сколько заварить его? Пакетик заваривается на литр кипятка, но в тот момент, когда у вас давление высокое, и вы хотите вот сейчас его снять, вы пакетик завариваете на стакан 10 минут. Пакетик убираете, вы можете его еще раз использовать, три раза. А стакан этот выпьет. Итак, при гипертонии первое, это антилепидная чара. Но, к сожалению, гипертоническая болезнь тоже не зависит только от какого-то одного фактора. И очень часто у человека может быть нормальный уровень просто гладбина, но давление высокое. Правильно? Так вот, еще одним фактором, который отвечает за наше давление, являются ионы хлора. Вот поэтому второй препарат, который обязательно показан гипертоникам, который помогает нормализовать давление, если только антилепидный чай вам не помогает, значит, вам еще нужен хитозан. И у меня есть больная, да, которая, когда у нее давление повышается, просто выпивает капсулу хитозана и сидит, живет. И через 15 минут оно у нее нормализуется. Вы знаете, я вот об этом эффекте хитозана, китайцы нам о нем не писали. Вот так случайно по этой больной вычислила. А потом начала одному, другому, третьему назначать. И те, кому антилепидный чай не снижал давление, вот вместе с хитозаном великолепно. То есть они друг друга потенциируют и нормализуют. Причем она может даже друг антилепидного хитозана пить. То есть вот тем, у кого еще идет гипертоническая болезнь, вам лучше не двойное целевозное, а антилепидный хитозан. Для того, чтобы нормализовать давление. А как их пить вместе, хитозан и чай? Чай пьете как обычно, пакетик на литр заварили, 40 минут, пакетик съели и в течение дня выпиваете. А хитозан по одной-три раза в день. И хочу вам сделать оговорку. Те, кто после 60 лет, вам нужно и хитозан, и двойную целлюлозу два раза в день пить. А почему хотите, значит? Дело в том, что перистальтика становится более вялой с возрастом. А это и хитозан, и двойная целлюлоза, это легчастно. Они разбухают, а кишечник у вас вялый. И оно может немножечко застрять. Поэтому для того, чтобы это хорошо двигалось, во-первых, обязательно хитозан. Двойную целлюлозу надо принимать перед едой. Потому что еда попадает в сигнал, поступила еда, перистальтика начинает более, так сказать, веселее и живее шевелиться. А во-вторых, только два раза в день. И еще, если у вас вдруг на фоне приема этих препаратов появились заборы, значит вы не допиваете жидкость. И вообще хочу всем людям, которые страдают заборы, сказать, они у вас возникают от того, что вы не выпиваете свою норму жидкости. Норма жидкости вес, деленная на 20. Но если вы будете просто такую норму жидкости пить без мочегонного, я за вас не отвечаю. Поэтому эту норму жидкости старайтесь соблюдать. Вот когда наши препараты принимаете, вот тут уже норма жидкости у вас будет полностью из организма выпадить. И причем вы не будете страдать от этого. Кстати, вот насчет жидкости, да, у меня есть больная, которая в 15 лет принимала фуросемид до того, как начала принимать наши препараты. И за два месяца мы ее с этого фуросемида сняли. Вот, кстати, о тех, насчет привыкания, кто говорит, да, 15 лет через день фуросемид. Представляете, больная с сахарным диабетом. Это мочегонный препарат, который очень здорово вымывает еще храни, который, естественно, ухудшает рогу сердеческого. И вот она у нас на фоне приема наших препаратов перестала вообще принимать фуросемид. Я считаю, это тоже очень большое достижение для ее организма. Поэтому где, как, кому станет лучше, иногда даже мы не можем спрогнозировать. Вот я тут позавчера разговаривала с женщиной, да, и пришла на консультацию, мы с доктором потом разговариваем. Она говорит, ну что вы за нее хотите взяться, в общем-то, доктор у нас не работает. А там у женщин трофическая язва, мерцательная аритмия, в общем-то, на фоне сердечной недостаточности асцит. Ну, тяжелая очень. И огромная трофическая язва. Но то, что трофические язвы у нас очень хорошо заживают, это, в общем-то, там с ней в палате женщина лежала, ногу показала, вот такая же была, зажила, это и захотелось. И мы с доктором разговариваем, она говорит, ну что вы хотите, ну там трофическую язву, она терапевт, да, это по моей части в Европе. Я говорю, ну вот еще асцит и, может быть, мерцательная аритмия, и она на меня с таким сомнением, что вот на все замокнулось. Дело в том, что мерцательная аритмия – это неизлечимое состояние, считается, практически. И человек, который этим страдает, действительно, мы уже ничего практически делать не сможем. Потому что это очень тяжелое состояние организма. Но у меня есть факт, когда ко мне пришел мужчина с узловым зубом, с теретоксикозом, с мерцательной аритмией, за которую я совсем браку не хотела, он меня уговорил. Потому что такое тяжелое состояние, но вы знаете, вот некоторые у меня говорят, зачем вы беретесь за тяжелых больных. Да, к сожалению, вот наши препараты, особенно когда назначаешь онкобольным, тяжелым онкобольным, я вам не скажу, что все выживают. Когда такое состояние, что там уже, ну вот через две недели она умерла, представляете, какое у нее было состояние. Наши препараты просто не успели еще. Может быть, вот чуть-чуть бы больше ей времени отпущено было, а не сработает. Но человек не должен никогда терять надежду, правильно? Мы же не знаем, сколько нам там осталось. Ведь у нас же нет книжки, в которой написано. И может быть, вот в этот срок, если мы успеем немножечко этот ключик повернуть, то вполне возможно, что мы человека вернем. И вот он говорит, я на все готов, только вот на операцию идти не хотел. Потому что так получилось, что человек, с которым он вместе собирался идти на операцию, в одной палате лежали, его прооперируют, он умер. Это муж совсем плохо стало. Он и так тяжелый. Тут еще человек, с которым они вместе должны были пойти, того раньше прооперировали, умер. И он начал принимать эти препараты. Он их начал в январе, у него в июне сердце было идеально. Вот вы знаете, никогда в жизни не поверил, если бы сама не видела. И вот поэтому сейчас, даже когда идет больной смерцатель, аритмия с любым тяжелым заболеванием, да, я все равно верю, что какую-то подбившку мы сделаем. Мы не знаем, сколько резервов у того человека. Чем хороша тибирская медицина, она резервы принимает. А сколько там этих резервов, никто не знает, правильно? Потому что у меня в свое время был случай, когда, это я еще по молодости работала в районной больнице, поступила женщина с раком печени. Ну вообще тяжелая, умирающая все. Мы ее выписали домой умерать. Знаете, вот как бывает, чтобы летальность в больнице не писать, да, мы выписываем больному умирать домой. Она и тереблей была. Уехала. Но мы думали, она умерла. Она через два года опять в таком же состоянии поступает. Причем привезли, да, у нас заведующие. Не, 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 она умирает. Ночка говорит, лечите. Вы в прошлый раз говорили, что умирает. Понимаете, то есть есть и равно какие-то всегда резервы. Второй вопрос. Сможем мы эти резервы поднять, успеть реализовать? Это второй вопрос. Но пытаться надо всегда. Не надо никогда опускать руки. Онкозаболевания лечатся тоже. И любое заболевание лечится. Безнадежных больных не бывает. Вы знаете, тут анекдот, да, если больная хочет жить, медицина бесит. Это может быть анекдот. Но это на самом деле, вот как бы больного не залечили, да, а все равно живет. Вот вы смеетесь, но на самом деле так, вот и то сделали это. Но та же химия лучевая терапия при онкологии, да, мы же гробим, мы рогатим, а они выживают. Потому что где-то резервы все равно включаются. Вот поэтому мы сегодня с вами здесь для того, чтобы вот эти вот резервы включить. Чтобы самим себе улучшить качество жизни, здоровья. Потому что вот эта вот шутка, что если я утром встала, у меня ничего не болит, значит я умер. Но нельзя аж так жить, правда? Но сколько же можно, что все время где-то что-то болит? Это же не нормально. Мы же все равно должны немножечко в комфорте с самим собой. Так вот, чем мне нравятся эти препараты, они помогают этот комфорт достигнуть. И вы будете на самом деле не считать свои болячки. И не тратить речь своей пенсии на лекарства, которые завтра вам что-то еще ухожат. Но пейте вы этот чай, как обычно. Можете вы себе это позволить. Сколько бы он ни стоил, вы все равно на лекарства тратите больше. Пускай сегодня, когда вы только сюда пришли, вам нужно будет побольше чего-то. Того, этого, третьего, десятого. Но когда вы этот комфорт немножечко себе сделаете, вы будете просто поддерживать это состояние, да вы будете сами другие. И с вами другие будут по-другому. Потому что вот наши иногда приходят, вот есть у меня одна такая пенсионерка, которая приходит на свой завод. И когда она вот приходит, тебе говорит, как ты хорошо выглядишь. Потому что те пенсионеры, которые вместе с ней, но которые там остались, они выглядят намного хуже. Потому что они вот этого не знают. Но это в силу разных причин. Кто-то не хочет знать, да? Здоровье – это вершина каждого из нас. И нам решать, каким инструментом эту вершину покорять. Или так, голыми руками, или с кавентоном каким-нибудь, да? Или еще с чем-нибудь таким. С этой вершиной, с этим кавентоном далеко скатешься? Еще ниже. С карбалом. Куда? С карбалом. Какая? Разница. Кардиамин тоже с производства, кстати, снят, который был вставлен в карбалом. И из той же, кстати, из того же списка кардиамин. Кардиамин. Карбалом, кардиамин. С вами верно. Так, это по гипертонической болезни. И третья проблема – это варикозное расширение вен. А вот при аритмии что давать больному, а? Что? При аритмии, не так, не что давать больному, а? Это микро. Нет, ну тут аритмию надо смотреть по больному. Но хочу вам сказать, ладно, раз уж сердце коснулись. Видят. Великолепный препарат, который нормализует работу сердечной мышцы. Снимает различного вида аритмии. И, кстати, великолепно заменяет тоже антиаритмические препараты. Это препарат ИК. Вот вы знаете, я с биодобавками работаю с 96-го года. И я никогда не знала, что можно травами снять аритмию. Травами просто. Не препаратами сделаны на травах. Потому что сердечные гликозиды, они тоже встать на травы. Так вот ИК, сердечную аритмию снимают. Мало того, и все у вас просто экстрасисталия. То есть вот только все начинается, только все появилось. Достаточно даже антилепидного чая. Я вот не люблю говорить о болячках, но когда я пришла в эту компанию, ну, знаете, я все-таки врач и к тому же хирург. Вы знаете, это самая тяжелая профессия из Сигницинских. И все совсем мои неотложки очень здорово сказались. И хоть я оптимист вообще по натуре, не скажу, что у меня много болезней, но аритмия у меня тихо начиналась. Вот, и мне уже, в общем-то, приговор. Ну, все, теперь будешь поставим таблеточки пить. Таблеточки ненавижу пить. В крайнем случае делаю уколы, потому что не люблю таблетки. Я лучше всего укол сделаю, чем выпью таблетку. И тут меня обрадовали. Ну, куда денешься, аритмия, все, пожизненно. И тут как раз я познакомилась с Тиньши, взяла этот антилепидный чай, и мы с семьей его начали пить. И вдруг я замечаю, что у меня аритмия исчезла. Сама по себе я ничего не пила, кроме антилепидного чая. Так было здорово это заметить, и, знаете, все. Больше этого состояния нет. То есть это у меня было в самом начале, буквально несколько месяцев, и мне хватило только антилепидного чая, причем я пила его всего по стакану в день. Потому что из этого литра, ну, у меня 4 человека, семья, и доставал стакан. Все остальные по стакану, папе 2 стакана, он у нас самый большой. У него вес больше, ему нужно больше. Вот поэтому имейте это в виду. Это очень здорово работает, и поэтому те, кто к нам приходит, да, вот любой врач, который у нас начинает работать, он в первую очередь это сам пробует. Потому что я вот в прошлом году, да, в прошлом году поехала в Аскар, рассказала там вот врачам в Центральную районную больницу об этом антилепидном чае. Так у меня врачи сами все этот антилепидный чай купили. У меня там было что-то 3 пачки, я привезла, в общем-то там знакомым, они у меня его разобрали. Я говорю, вы больные, о нем расскажите. Ничего, говорит, сами найдут, они все находятся. Нормально, да? Но сами все пропили. Но на самом деле больные сами все находятся. Скажите, не правда? Правда. Правда. Если вам хочется жить, вы начнете пить керосин, скипи, да, читать дож, узнать у соседки, что она вела, да. Или вот как у меня, например, есть больной в Саранске, да, с раком почки, который вылечился, и который из-за всего города приходит и спрашивает, а что ты пил? Он как живая легенда, понимаете? И вот точно так же, то есть вы все равно как бы сами себе найдете. Лучше, конечно, если вам об этом скажет врач, правильно? Чтобы вы не ходили и не искали. Почему вам об этом не скажет врач? Потому что он скажет, ну, это дорого, он не купит. Вот дорого ли идешь решать каждому? Но те врачи, кто здесь есть, пожалуйста, говорите об этом больных. Потому что все-таки об этом они должны от медиков первую уж узнавать. А не от соседки по подъезду, или не от сослуживицы по работе. Так, по аритмиям понятно, да? По сердцу есть еще что-то? Барикозное решение. Не слышу громко. Барикозное решение. Все, пошли на барикозное решение. У меня родственница лежит в больнице, да, и вот это специфинка. И гринфашин. Ей ходит Баралдин, который... Который спец сильно. Как это? Баралдин ходит. Чтобы бараалдин поднять спазм, чтобы расширить сосуды. Ну вот она у вас лежит, дайте ей антилепидный чай, и микроинфаркт холикам. Конечно, очень хорошо. Ну хотя бы антилепидный чай. Потому что у нее наверняка есть микроинфаркт на фоне гипертонии, да? Три недели еще нет. Тем более. Итак, барикозное расширение вето. Отчего оно происходит? Во-первых, хочу вас огорчить. Ваши барикозные расширенные вето зависит от вашей наследственности. Дело в том, что у нас в стеночках вето есть вот такие вот клапаны. Мы живем на земле, да? И на нас действует земное притяжение. По артериям кровь течет вниз, по венам она поднимается вверх. И когда она поднимается вверх, земное притяжение, естественно, на эту кровь действует. Правильно? И для того, чтобы эта кровь вниз, как говорится, не шла, потому что земное притяжение ее не тянет, эту кровь, у нас существуют клапаны, которые мешают крови течь вниз. У некоторых людей вот эти вот клапаны не такие, как надо. То есть здесь отверстие больше, чем положено. И часть крови начинает в том, как будто в ней. Вена начинает расширяться. Вена начинает расширяться, а отверстие становится еще больше. И вот когда у вас товарикозное расширение вен началось, чем шире у вас вены, тем больше кровь начинает застаиваться, и тем быстрее у вас этот процесс начинает прогрессировать. Вены становятся извитые, широкие, бугризкие, страшные. Но самое главное, эта кровь, которая здесь застаивается, она стоит. В ней начинает образовываться, что начинает образовываться? Тромбы. И поэтому первое, что вы замечаете, что у вас ноги стали некрасивые из-за того, что вены там и цветы, и расширены, и так далее. Второе. В один прекрасный день у вас вдруг нога краснеет, отекает, появляется температура. Когда вы приходите к врачу, к хирургу, и он вам говорит, это у вас тромбофибит. То есть тромб, который здесь образовался, он воспалился вместе со стеночкой вены. Нога у вас покраснела, отекла, и самый плохой тромбофибит, когда кровь и воспаление, это еще может и нагноиться. Вот это самое страшное. Что нужно делать? Ну, во-первых, для того, чтобы снять вот это вот заболевание, само варикозное расширение вен, это просто некрасиво. И на первом этапе это в принципе, ну, многим никаких неудобств не причиняет, правильно? Кроме того, что это просто некрасиво. Ну, там черные колготочки одели, еще что-то, да? Спрятали, казалось бы. Но, когда у вас кровь хуже идет вверх, здесь заставилась, то вот те сосудики микроциркуляции, которые вот с этой венкой подпитываются, они начинают работать хуже. Микроциркуляция нарушается, у вас начинают уставать и болеть ноги, начинают появляться судороги в ногах, и вы уже не можете долго стоять, раньше вроде ничего было, да? И уже в автобусе бежите быстрее сесть, куда-нибудь, правильно? Потому что постоишь, начинает болеть, кровь застается. Когда ходишь, кстати, это не так ощущается, потому что мышцы сжимают вены, да, и кровь хоть все равно проталкивается веной. А когда стоите, ничего не сжимают, и кровь получается еще сильнее застаривается, кислород в ткани поступает хуже, ноги болят. Потом к вечеру судороги и так далее. поэтому, что вы должны сделать, вы должны улучшить микроциркуляцию. Должны? Чтобы ноги не болели, правильно? Второе, вам нужно, чтобы эта кровь была не такая густая, правильно? Когда она пожащая, она быстрее идет. Поэтому второе, вам нужно снизить свертываемость. И третье, если уж у вас образовался тромбов либид, вам нужно снять этот воспалительный процесс. Поэтому на первоначальном этапе антилепидный чай, холикан или икан. Антилепидный чай, холикан или икан. Это препараты, которые улучшают микроциркуляцию и снижают звезды. Если у вас есть тромбофлепит хронический или, не дай бог, острый, обязательно кардицепс. При остром тромбофлепите до 4-6 капсул в день 5 дней. При хроническом по одной капсуле 2 раза в день весь курс. Упаковочка – это курсовая доза. Кардицепс при остром тромбофлепите в течение 5 дней от 4 до 6 капсул. В зависимости от ваших размеров. Если у меня есть мужчины, 120 кг у него тромбофлепит, и женщина 50 кг тромбофлепит, им разный, потому что сами понимаете. При хроническом тромбофлепите по 1 капсуле 2 раза в день. Чем еще плохо варикозное расширение век? Так как микроциркуляция нарушена, иммунный статус кожи в этой области нарушен, очень часто осложнением этого заболевания является рожистое воспаление. Рожа идет у ослабленных людей. Поэтому таким тоже обязательно кардицепс покрасок. До еды умерт. Ну, хочу сказать честно, вот по принципу этих препаратов, не дают китайцы ни один препарат, что он улучшает вот этот вот клапан. Дело в том, что уже доказано, считается, что чеснок улучшает вот эти вот клапаны. То есть можете делать чесночный сок, например, с медом и с лимоном, для того, чтобы улучшить клапаны, дополнительное лечение. Вот по препаратам тиньши таких данных пока нет. Но у меня уже есть факты. Два человека, у которых веды сузились на фоне приема вот этих наших препаратов. То есть они стали не такие выраженные, как были. Хотя сказать вам, что вот вы будете топить, и у вас вены сутятся и станут нормальными, я не могу сказать. Но два случая, когда вены улучшились, у меня уже есть. Может быть, вы будете третьим. Вот это вопрос. Поэтому, во всяком случае, надо это принимать и надо просто. Как говорят, дорогу осилит идущий, да? И если вы стоите у подножия лестницы, пока вы ногу не поднимете, лестница под вас не залетит. И если вы хотите какую-то подвиженку, вы начнете, а там уже видно будет, есть ли это подвижка или нет. Во всяком случае, снять боли, снять судороги, улучшить свои ноги вы сможете. А это тоже важно. Про вены сутятся и сосуды? Какие сосуды? Расширенные. Нет, какие вены есть? Расширенные. Расширенные. Вот здесь патология нормализуется. Норма не суживается. Есть жидкость, препараты, вену. Послушаем. Что вы хотели спросить? Конечно. Бухгалка чуть-чуть. Ну и как? Ну сутро и весело. Ну ладно, хоть что-то. Так, за счет чего здесь улучшаются сосуды? Во-первых, у вас микроциркуляция улучшается, мышцы начинают работать лучше. Правильно? За счет улучшенной микроциркуляции лучше ставить, скажем так, на эти вены. Сокращение проходит лучше, и кровь идет быстрее. А раз кровь пошла быстрее, прогрессирование, варикозное расширение вены снимается. То есть, если даже оно не ухудшается, это уже плюс. Правильно? Потому что вот при такой постановке вопроса, да скажем, в нем у вас становится хуже. И если вы этот процесс хотя бы сможете остановить, это уже великолепно. Так. Есть ли сформировалась тропическая язва? Вот одно из самых тяжелых от сложения варикозного расширения вен, это тропические язвы. И, кстати, больные с тропическими язвами ходят, начиная от нескольких месяцев и кончая годами. У них эти язвы не зарастают. Формируются язвы, вот если посмотреть на ногу, вот так вот с лоб, скажем так, у нас есть поверхностные вены и есть глубокие вены. Поверхностные глубокие вены соединяются венами-перфорантами. То есть вены, которые вверх унили. И, кстати, когда вам поверхностные вены убирают при операции, у вас начинают расширяться глубокие вены. Вот тогда у вас ноги уже прилично. Так вот, агацентротические язвы формируются на вене-перфоранте. И именно поэтому они годами не заживают. И одна из методов лечения терапических язв, вот эта вот вена, перевязывается в перфоранты, и язва, в общем-то, уходит. Но это, во-первых, операция, да, а не все операции, скажем так, тела, достаточно сложная операция, но и, в общем-то, в основном эффективная. В основном, почему говорю, потому что не всегда. И так сформировалась терапическая язва. Она сформируется, она больше в том месте, где хуже всего кровь поступает в камень. И когда она уже появилась, она начинает расширяться, расширяться, покрывается гноем, очень часто, очень сильно болит. Больной все абсолютно перепробует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова